Радость ребят в этом году, закончивших школу, разделили буквально все жители города и района. Парад выпускников ликованием встречали на главных улицах Белореченска. В программе вечера была масса сюрпризов, прекрасных поздравлений и ярких выступлений. И, конечно же, праздничная дискотека и потрясающий салют. Духовой оркестр торжественным маршем встречает выпускников вместе с родителями и учителями у фонтана перед зданиями районной и городской администрации. Это место обладает особенной энергетикой. Уже много лет молодые люди, прощающиеся со школьной порой, загадывают здесь свои желания. Традиционным для выпускного вечера стал запуск в небо воздушных шаров, символов надежд и стремлений молодежи, переступающий порог взрослой жизни. Еще один обязательный для торжества обычай – бросание в фонтан монеток на счастье. Для ребят, прошедших последний этап детства, звучали теплые слова напутствия и поздравления от родителей, а также официальных лиц. Пусть этот день останется с вами надолго, этот вечер, эта ночь, как самое лучшее, самое первое испытание в вашей самостоятельной жизни. Счастья, ребята, здоровья вам и огромных-огромных успехов на вашем жизненном пути. Не спешите становиться взрослыми, живите, но в душе оставайтесь молодыми, в душе оставайтесь фантазерами, мечтайте, весь мир перед вами, вот сегодня вступайте во взрослую жизнь. Лица выпускников светятся радостью и предвкушением веселья, которое совсем скоро захлестнет город. Сегодня их праздник и для ребят готовится незабываемый вечер, полный приятных сюрпризов. Кто-то из этих юношей и девушек спустя несколько лет станет врачом, инженером, экономистом, но в этот день можно забыть все заботы, тревоги и сомнения и просто наслаждаться жизнью. На торжественном параде, прошедшем по улице Ленина, теперь уже бывшие ученики представляли свои школы, в которых прошли годы их жизни. В стенах учебных заведений останутся домашние задания, ответы у школьной доски, классные часы, контрольные и диктанты. Но школьная жизнь всегда будет с ребятами в виде светлых воспоминаний о юности, первых успехах в науке и спорте, первой дружбе и любви. Завершился парад выпускников на центральной площади города и вновь на сцену приглашаются ребятам, побывавшие на губернаторском балу. Среди них можно увидеть отличников, победителей предметных олимпиад и творческих конкурсов, активистов и спортсменов. Настоящую гордость нашего района. Вот так, кружась в традиционном вальсе, совсем недавно они выступали в Краснодаре вместе с выпускниками со всей Кубани. И в этом танце они стараются передать все – позитивную энергетику молодежи, смятение чувств, легкость и грацию. Праздничный концерт плавно перешел в энергичную дискотеку. Из динамиков звучали современные музыкальные хиты, которые исполнялись вживую. Недавно окончившие школу юноши и девушки, не стесняясь прихованного к ним внимания, двигались под зажигательные ритмы любимых мелодий. Под мягким светом фонарей чувствуется атмосфера праздника, в котором нет места для скуки и печали. А в глазах ребят виден веселый настрой и готовность к новым свершениям. Настроение отлично. Спасибо нашему городу за это, нашим выпускникам. Хочу поступить на врача, на челюстно-лицевого хирурга. Сейчас эта профессия не так востребована. Хотелось бы заполнить эту нишу. Как настроение? Отлично, просто нравится. Нам все нравится. Концерт очень интересный. Я сдала уже предметы, по которым я специально буду поступать. Я буду поступать в медицинский институт. Настроение отличное, концерт супер. Всех с праздником. Какие панцы? Поступить, удачно отучиться, работать, работать и работать. На кого поступить? На педагога-психолога. Можно было экзамены сдавать? Экзамены было сложно морально. Нагрузка очень большая. А так справилась, все хорошо. Отличное настроение, вообще супер. Какие планы после школы? Ой, поступать будем, конечно же. Какой специально? Ну, наверное, языки. Языки, скорее всего. Почему? Мне нравятся языки, я люблю заниматься, с людьми люблю разговаривать вообще. Сложно было экзамены сдавать? Нет, общество было сложно сдавать. И английский немножко. Все нормально пойдет, все хорошо. Что можно пожелать другим выпускникам? Ладно, не бояться ЕГЭ. Все будет нормально. Ну, хорошо закончить школу. Главное, учиться хорошо. Все в будущем, все будет хорошо. Я думаю, поступать инженера-строителя. Настроение вроде бы нормальное. Какие планы после школы? Учиться. У кого? На геолога. Почему такой выбор? Интересно и выгодно. Одновременно. Нужно было экзамены сдавать? Не очень легко, скажем так. Самое главное, не бояться было. В этот день было сделано все, чтобы праздник не просто запомнился выпускникам на всю жизнь, но и зарядил их энергией для того, чтобы уверенно идти во взрослую жизнь и добиваться поставленных целей. Илья Никитенко, Сергей Чернецов, Александр Чернышенко, события и люди.